МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, Алтайск край очень активно и спортивно провел эти такие затянувшиеся выходные, и очень большое количество жителей приняло участие. Но вполне это естественно, и физиологически даже невозможно 10 дней лежать, наверное, на кровати, и самопотребность организма в двигателе активности, она есть физиологически, я уже сказал. Поэтому другое дело то, что муниципальные и краевые власти организовали работу в спортивном соревновании так, что жители могли в любое время прийти и на свой вкус выбрать вид спорта, и подвигаться, отдохнуть. Действительно, не только участвовать в спортивных соревнованиях, но действительно просто пройтись по лесу, подышать свежим воздухом, пройтись в лесном массиве. И довольно большое количество жителей. По нашим подсчетам, более 50 тысяч жителей Алтайского края в этот период вышли и занялись своим здоровьем. Я думаю, что цифры это заниженные сильно. Да, судя по тому, сколько людей было на базе «Динамо». Да, я хочу сказать, что вот как раз и заострить внимание, что у нас вот таким центром, наверное, и таким прекрасным, наверное, примером для всех жителей Алтайского края является как раз вот та трасса здоровья, которая начинается от лыжной базы «Динамо» и идет через лесной массив, 25 километров протяженность всей трассы, а также есть резки на 5, 10, 18, 15 километров, здесь все в состоянии здоровья. Сам ежедневно практически бывал на этой лыжной базе и воочию видел тысячи просто. И радует жителей, вот горожан, не только горожан приезжали и сел, потому что созданы все условия, можно и чай попить, можно и пройтись отдохнуть. Что радует не только подготовленные, спортивно экипированные жители или спортивное оборудование, лыжи хорошие, палочки и так далее, а просто классами, семьями, группами, разновозрастные. Вот радует это, что, то есть это очень доступно, большое распространение получило, что вот как бы не может не радовать нас, что в сельских поселениях очень сильно начало развиваться. Понятно, там сложнее подготовки спортивных трасс для лыжной гонки и катков для катания на коньках, а очень сильно стала развиваться спортивная ходьба. Ну, не спортивная ходьба, она называется скандинавская ходьба. Поэтому вот очень активно вот в этом году был в Тогульском и Завиатском районе, так просто коллективами, особенно люди среднего и старшего возраста, с палочками выходят и на свежем воздухе. И где, как ни у нас, в наших климатических условиях, в таких условиях можно и подышать, и оздоровиться прежде всего, потому что закаливание прежде всего начинается вот как раз здесь, когда вы температура минусовая, а вы тепло и правильно одеты, и занимаетесь активным образом жизни, и организм как раз и готовится, готовит себя к дальнейшей работе. Вот как раз вы сказали, что у нас очень много человек приняло участие в каких-то таких спортивных мероприятиях. А вот давайте здесь же скажем, недостатков в спортивном, в каком-то, я не знаю, снаряжении нет, потому что приходит на базу, допустим, если любитель, который раз в год выходит, возможно, и лыж-то у него нет, и палок нет, и всего хватило тем, кто занимается? Ну, надо сказать, что все спортивные сооружения, которые есть в Алтайском крае, они все обеспечены спортивным оборудованием. Другое дело, что если мы затронули лыжную базу «Динамо», это как бы вот самая такая живая, и центр, во-первых, и в столице, и действительно он притягает многих жителей Алтайского края. Ну, лыжная база, конечно, переросла в себя, и она не позволяет физически просто и лыжехранилище расширить, хотя, в принципе, и возможности для этого есть. Но хочу сказать, что очень хорошая тенденция в Алтайском крае, у нас 18 учреждений торговли, которые торгуют спортивным оборудованием, и активность жителей, особенно в зимний период, очень высокая. Покупает лыжный инвентарь и коньки. Это очень радует, и горнолыжный инвентарь очень популярен стал, знаете, что у нас два склона, три склона в Алтайском крае, которые практически так же забиты. Ну, что сказать, вот если позволяет площадь принять 200 человек, а когда стоит и приходит, перешает 500-800, ну, тут не инвентарь, тут ничем, тут только надо терпение и ждать, в свою очередь, чтобы прокатиться. Просто получать удовольствие. Согласен, что для вот, вот эта декада показала, что спортивные сооружения, вот таких простейших спортивных сооружений надо, конечно, больше, для того, чтобы большее число, количество жителей, которые хотят оздоровиться, чтобы они могли эти условия воспользоваться этим, использовать. Итак, Петр Иванович, по результатам вот этой всероссийской декады спорта и здоровья, ну, или вообще по результатам вашей работы, какой у нас самый популярный зимний спорт в Алтайском крае? Ну, самый популярный мы уже затонули здесь, это впереди еще лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт, скандинавская ходьба. И все практически ледовые пяточки и хоккейные коробки. И в парках и на стадионах были залиты ледовые катки, поэтому, естественно, что и коньки. А если говорить о самом активном городе, ну, давайте Барнаул-то брать не будем, потому что это такая вот столица, куда все приезжают. Самый активный город или район по тем мероприятиям, которые проходят в зимний период, где больше всего мероприятия, где больше всего спорт любят? Я бы отметил, прежде всего, это город Заринск, где город Заринск становится центром, как бы, краевым центром зимних фитоспорта, где проходят и краевые финалы на призы клуба «Золотая шаба» среди юных хоккеистов. И лыжно-биатлонные соревнования проводятся. Во-первых, у них работает так же, как и в городе Барнауле, лыжня, здоровье, где могут принять участие все желающие, и где можно в прокате получить спортивный инвентарь. Так же отметил бы город Рубцовск и город Биск. Это основные города, где вот то, что я сказал, оно на хорошем уровне, организованное, все условия практически созданы. Ну, хотел бы отметить, конечно, и сельский район, это и Завеловский район, это и Шипуновский район, там, где тоже вот практически, даже, что радует не только в районных центрах, а в сельских поселениях, организована такая вот работа. Хорошо. Тогда давайте еще скажем, мне совсем немного времени остается, какие мероприятия ждать спортивные в ближайшее время? За кого, за что болеть будем? В городе Белокуриха пройдет всероссийские соревнования по горнолыжному спорту на приз кубок губернатора Алтайского края, первенство по лыжным гонкам и биатлону. Наша хоккейная команда Алтай будет принимать дважды соперников по высшей лиге. Но особенно насыщенный, конечно, будет феврар, где будут проходить массовые всероссийские соревнования, День зимних видов спорта, Лыжня России. Когда это у нас будет? День зимних видов спорта будет 7 февраля. Так совсем скоро, до времени на подготовку не остается. Да, и всероссийский день, лед надежды нашей по конькобежному спорту. Это не значит, что только конькобежцы приходят, а на эти мероприятия приходят все, кто умеет кататься на коньках, не обязательно спортивных, а на любых коньках. Поэтому традиционно у нас 13 февраля будет проходить лыжные, эстафетные призы газеты «Алтайская правда», которые собирают сильнейших лыжников Алтайского края. Значит, 14 февраля будет проходить всероссийские массовые старты Лыжня России. Ну и надо тоже, как бы сказать, самые главные старты Алтайского края – это зимняя олимпиада сельских спортсменов Алтая и городов Алтая будет проходить с 19 по 28 февраля. Зимняя олимпиада будет проходить с 19. Зимняя, да, городов и сельских спортсменов Алтая. В Смоленске и в городе Биске. Хорошо, спасибо большое, Петр Иванович. Спасибо за интервью. А я напомню нашим телезрителям о том, чего нам ждать, каких спортивных мероприятий ждать в зимний сезон. Мы говорили с Петром Капзаренко, заместителем начальника управления Алтайского края по физкультуре и спорту. До встречи.